Если нелегальные торговцы разбегаются в разные стороны, значит на рынок приехала комиссия из городской администрации. Одни ретируются вместе с товаром и имуществом, другие же просто покидают рабочие места, оставляя все оборудование на воле судьбы. Все эти люди уже неоднократно получали предупреждения, но так и не сделали выводы. Поэтому теперь для них торговля закрыта. В этой блины, собранной на старую руку, документов на торговлю не оказалось. Однако продавец уверяет, что теоретически они как бы существуют. Специалисты управления торговли выписывают протокол. Как бы я с вами не согласен, потому что договор был. Нет, если есть договор, вы приносите его на административную комиссию. При вас же они будут рассматривать. Если все хорошо, протокол аннулируется. А вот у сотрудников ГИБДД претензии к этому объекту посерьезнее. Мало того, что точка общепита стоит в пешеходной зоне, так еще и в пожарном проезде. За это предусмотрен штраф от 5 до 25 тысяч рублей. Здесь же принимается решение о демонтаже блинной. Несостоявшийся продавец вооружается шуруповертом и разбирает конструкцию собственноручно. По соседству с бывшей блинной витрина с мороженым. Здесь также отсутствует разрешительная документация. Кроме того, продавщицы нет 18 лет. Работодатель решил сэкономить на официальном трудоустройстве, а это уже грубейшее нарушение закона. Собственник не явился, поэтому холодильник изъяли, опечатали и переместили на штрафстоянку. Такая же участь постигла и экскурсионный киоск, который стоял в пешеходной зоне. Мы работаем по всему Пионерскому проспекту. На той неделе мы отрабатывали улицу Светлую, Витязева. Отрабатывали уже улицу Мира. Сегодня мы пришли отрабатывать улицу, нашу Параллею знаменитую. На Параллеи на самом деле тоже много замечаний. Вот сегодня у нас стоит экскурсионка незаконная, вывозим ее сотрудниками ГИБДД. Стоит холодильник с мороженым незаконным, также его оформили, вывозим. Точки разбираются, которые стоят незаконно на муниципальной территории. Мы эту работу продолжаем. Те, кто вышли на муниципальную землю предприниматели, все получили сегодня по протоколу за то, что нарушили благоустройство своей территории. Такие рейдовые мероприятия проходят ежедневно. Более 30 мобильных групп контролируют торговлю во всех частях города и курортных поселках. Предупреждений больше не будет. Будут санкции, которые предусматривают весьма солидные штрафы. Руслан Душевский. Анапа. Регион.